доброе утро дорогие друзья приветствую вас на интерстриме трейдеров утрейд тв меня зовут игорь суздальцев и мы начинаем программу торговый план за сегодня уже 19 февраля друзья 2018 года понедельник поздравляю всех с началом новой трудовой недели желаю чтобы она была очень очень успешной напоминаю что она сокращенная 23 февраля пятница у нас федеральный праздник вся страна отдыхает отдыхает конечно и трейд тв при этом форекс работает без всяких перерывов в мире не праздник поэтому трейдеры на российском рынке будьте готовы что неделя сокращенная с четверга может быть активность пониже первые три дня недели торгуем как положено причем более того я считаю что те кто на российском рынке торгуют должны торговать еще более активно а форекс для форекса эта неделя как обычно напоминаю в мире форекс праздников в этой части нет это чисто российский праздник далее друзья давайте посмотрим что у нас было на прошлой неделе чего ждать на этой итак bitcoin друзья лезет наверх в моменте 10 531 так 11 500 о которых говорил наш коллега владислав воробьев и мы дотолкаем а у меня вообще отметка стоит естественно на 11 900 потому что там тоже сильная такая зона на мой взгляд куда мы можем тоже дотолкаться и это самое главное выше отметки 50 процентов по уровням фиба которых я говорю давно на еженедельном графике видно откуда я начал отчитывать это с сентября еще 2017 года как мне кажется что то это наиболее достоверный такой торговый диапазон ну и посмотрите на недельном графике после сильнейшего пробоя на 5 900 мы пробивали и отскакиваем и здесь очень интересно куда мы отскочим пока до 50 процентов тут понятно будет решаться ситуация пробой отбой это понятно вот здесь вот давайте даже знаете что перенесем на на уровень 50 процентов наши размышления это 11 139 потому что вот это ну во первых здесь и сильная зона сопротивления было мы здесь стояли пару недель вот и это 50 ровно 50 процентов по уровню фиба которые мы отсматриваем поэтому пробой 11 140 он конечно будет очень интересным и говорящим о многом пока 10 524 но я хочу сказать 600 долларов для биткоина это один день работы при желании движения вверх будет ли он сегодня но вот штурм мне кажется что штурм 11 140 мы увидим коллеги мы увидим потому что он явно идет туда и здесь сильная зона сопротивления до туда и вот скорее всего дотолкает а там уже будем решать пробой отбой поэтому на мой взгляд сегодня покупки биткоина вполне несмотря на то что открылись снижением вот но в течение выходных вы знаете криптовалюты торгуются на крипто биржах без выходных течение выходных движение было очень сильно это некоторый откат тем более на наших глазах видим шарашек такими резкими свечами наверх да запросто минутный график смотрите как бульк вот это сколько давайте с вами восстановим наше представление масштабе сколько за секунду он прошел это было на наших глазах две последние цифры убираем на тридцать семь долларов видите бульк движением 37 долларов таких 20 секунд и все вот вам плюс 600 долларов поэтому скажем так вполне вполне вижу по той картинке но во первых и картинка восходящая на часовом графике что тут обсуждать а вот ну и на дневном графике мы идем в рамках такого уверенного торгового диапазона поэтому дать до отметки 11 140 вполне жду биткойн наверх тем более сегодня под не видите был прав была просадочка с утра а у час и и отбиваем движение наверх такая же картинка по эфириуму наверх лайткоин вполне может двигаться наверх эфириум классик он движется по факту наверх зи кэш идет сегодня в плюсе дэш в минусе но тоже в легком как биткойн вполне могут его развернуть манера движется наверх то есть движение наверх по основным криптовалютам на лицо думаю этот тренд можно поддержать нефть друзья мы с вами следили за очень сильной поддержкой 6170 на апрельском фьючерсе wti она сегодня пробита 62 06 ну и смотрим следующая отметка у нас тут хорошо видно это отметка 63 60 то есть доллар 60 еще наверх вполне вполне хотя уже так сказать ждем когда будет пробой вот вниз потому что сезонный фактор ну видимо какие-то обстоятельства на мировой арене возможно вокруг сирии какие-то опасения толкают нефть наверх я не очень жду нефть наверх но вот эта цель 60 63 60 выглядит вполне легитимной может быть даже знаете вот чуть-чуть вот под этот вот все таки вот это отметка может быть более принципиальный 63 27 может быть до принципиальной отметка давайте посмотрим дойдем мы туда или нет но поскольку четвертый день роста 4 торговой сессии роста а продавать этой ситуации на она было бы странным поэтому нефть скорее в покупку даже если кто-то чего-то не понимает лезем лезем индекс доллара друзья сегодня наверх лезет опять ну поговорим сейчас об этом макроэкономических событиях во всяком случае второй день пятницу и сегодня индекс пытается затолкать здесь сильная отметка 89 17 мы к ней сейчас подходим мы будем смотреть пробой отбой евро доллар второй день вторую торговую сессию вниз пятницы начали сегодня продолжаем да ну что тренд есть начало дня откровенно нам показывает фунтик с гэпом вниз и хочет вниз японская иена с небольшим гэпом наверх идет наверх доллар франк с гэпом наверх идет наверх небольшие правда здесь проскоки по еврику мне кажется даже больше да да нет такой легкий скажем так гэп и движение наверх после выходных такой небольшой всегда бывает как правило доллар канадец ушел с гэпом вниз но растет золото вниз перебро на открытие знаете разнонаправленная картинка все следят естественно за индексом доллара будет ли пробой 89 17 но не знаю мне кажется что таких перспектив для роста я особых по индексу доллара не вижу но давайте перейдем к фундаментальной картинки и уже тогда обсудим конкретно естественно мои идеи на сегодняшний день друзья по нефти сегодня активно обсуждается новость которая вышла на выходных сша проведут в марте крупнейшей в истории страны торги по участкам нефти и газа на шельфе 21 марта это случится будет про продавать будут продаваться права на проведение разведки разработку ресурсов на участках площадью 77 миллионов акров это 31 миллион гектаров огромной площади штатах техас луизиана миссисипи алабама и флорида ведь как уточняет ведомства речь идет обо всех доступных участках на федеральной территории мексиканского залива на шельфе это шельфовый газ естественно обсуждается это уже несколько месяцев тема обсуждается но вот сейчас уже назвали дату уже назвали что будет продаваться то есть конкретика вышла как такая совершенно точная и на мой взгляд это должно толкнуть нефта вниз нефтегаз причем это нефтегазовые шельфовые разработки разведка а нет нефть как-то спокойно реагирует растет на несмотря на эти новости ну не знаю не знаю давайте посмотрим далее дональд трамп обвинил россии в создании хаоса и раскола в сша жестковатые прям заявления идут оттуда ну и плюс ко всему на выходных наверное читали прокуратура сша обвинила 13 россиян во вмешательстве выборы в том числе президентские выборы ну вот упоминаются евгений пригожим михаил гистров михаил бурчик и так далее другие участники но это связь в связи с компаниями агентство интернет исследований concord management concord catering это не первый раз такое обвинение но сейчас такое прям уже приняты в отношении их конкретные меры они так сказать попадают под санкции я так понимаю да список ну да список минфи министерства юстиции сша вот и также прозвучали заявление что скоро появятся и новые санкции ну посмотрим посмотрим к чему это приведет на то что это обострение российско-американских отношений это однозначно ну и следующая новость тоже не сильно дружественное по отношению к россии пошлина на ввоз российской стали в сша может составить 53 процента вообще представляете пошлина сбор 53 процента но это вообще понятно что это торговля сталью а да там сталь и алюминий ну понятно следующая новость она была она для вас будет неудивительно новость про герри паску про господина герри паску в связи с этим сейчас чуть позже обсудим в международных новостях также вижу что советник посланник россии в израиле значит посольство россии в израиле леонид фролов пообещал поддержать израиль в случае атаки ирана оба на то есть мы с ираном вместе воюем в сирии а если ира и израиль будет конфликтовать с ираном мы поддержим израиль оба на как интересно как интересно как иран сейчас отреагирует далее друзья новости по биткоину мировой шотдаун биткоин запустит энерго кризис из-за майнинга друзьям или растет резкое потребление электроэнергии во всем мире и его стоимость коллеги вижу интересное событие мне просто она сама по себе понравилась 25 марта майнинг 10 выставка криптоферм в казани даю ссылочку в чате друзья мне просто нравится сама тема выставка криптоферм казани я такого сочетания никогда не слышал поэтому кто в казани у нас живет сходите посмотрите нам потом расскажите что фотографии можете показать что такое криптоферма выставка криптоферм как это выглядит далее друзья интерпол ищет трех преступников которые подхитились 12 тысяч биткойн биткойнов на 115 миллионов долларов два человека это это в австрии происходит и они так сказать так люди отбирали называли себя частным фондом фондом зарегистрирована в коста-рике но обещали огромные прибыли через арбитражную торговлю ну и так далее да вот ищут их сейчас смотрите что творится на крипто мире 115 миллионов долларов два человека хакнули и с концами чем пиарились везде выступали ну то есть удивительные дела творятся друзья продажа 29 процентов сергеем галицким своих акций компании магнит который он развивал четверть века значит и вот разные комментарии но вот очень такое серьезное заявление константин сонин делает ведомостях название статьи приобретение ритейлера как символ о государствении экономики чем опасна такая точка зрения сейчас все частные бизнеса начнут бежать и бросать продавать ну а когда все будет государством естественно эффективность бизнеса снижается государство не эффективный собственник это давно доказано собственно в этом всегда и суть приватизации а тут идет национализация по сути да ну такая цивилизованная конечно через выкуп не через отжатие там знаете а через выкуп но тем не менее но я вижу что олег дерипаска тоже занервничал видимо решил не быть президентом он отойдет от управления и н плюс и рус и русал он уходит с руководящих должностей это серьезно плюс в сочетании с то с тем что американцы обкладывают импорт стали и алюминия 53 процентным налогом таможенным сбором ну понятно что это так сказать форма государства платежа на американскому государству то есть видимо у нас металлы и металлурги сейчас покачнуться после событий так сказать в целом частном бизнесе россии и действий американцев в том числе в частности с другой стороны поэтому сейчас покупка на рынке металлистов наверное как-то осторожно надо делать тем более что мы видим что наши олигархи инвестируют совершенно другие активы сейчас ну вот я вижу что абрамович инвестировал в телеграм большую сумму денег ну телеграм вы знаете это социальная сеть мессенджер мессенджер официально называется который павел дуров сделал в эмират в дубае по-моему да он официально сам сидит и работает но вот эти не абрамович не вкладывает не в нефть свою любимую не в газ не металлы а вот вкладывать в цифровые объекты далее аптеки готовятся к закрытию половина может идти за рынка из-за магазинов ожидается что закон будет принят разрешающий продовольственным магазинам продажу без рецептурных лекарств ну конечно без рецептов основная масса продаваемых лекарств какие-то простые там анальгин и аспирин и так далее вот ну да то есть у кого кто держит аптека 36 и 6 тоже есть торговая тема надо продавать далее друзья задолженность россиян приблизилась к пяти триллионам рублей за пять лет долги россиян по исполнительным производством возросли более чем два раза у нас проблемка друзья коллеги состоялась планхаб по масленице в пятницу я побывал на закрытие пришел был недалеко зашел познакомился с варшавской биржей мне понравилось интересно поэтому мы сейчас не проведем переговоры и то что о чем мы говорили вот мы предметно обсудим с поляками о них готовы предложить очень интересные условия торговли на варшавской бирже как диверсификация почему нет далее коллеги есть очень интересная картинка о правилах как работает математика на финансовых рынках ну отличный комментарий а да вот приблизительно вот так математика и работает на финансовых рынках вот такая такие расчеты помогают жить и зарабатывать монета друзья давайте посмотрим две стороны у нее buy sell bitcoin кстати говоря 16 числа была отметочка buy по биткоину да buy состоялся монета показала 60 процентов эффективности прогноза на прошлой неделе бросаем на сегодня биткоин что с ним делать и смотрим вместе волнуемся buy обаньки обаньки красота вот это я понимаю вот это 19 февраля вот это мы сейчас стрельнем по биткоину давно пора экономические новости друзья lah есть artist ну давайте правильно stos вам сейчас ты Поэтому сегодня торгуем достаточно коротко, без каких-то глобальных 500-500 целей. Но в течение дня торговля будет, естественно, торговать можно и нужно. Ну а в 21.45 выступает глава банка Англии Карни. Тоже, кто вечером будет торговать, на мой взгляд, интересно. Далее, коллеги. Ну что, давайте подведем итоги. Итак, на мой взгляд, сегодня биткоин и другие криптовалюты могут отбиться наверх. Нефть идет наверх, стоим в нефти. Индекс доллара идет наверх, стоим в нем. Но, на мой взгляд, если где-то ожидать разворота, так это по нефти и по индексу доллара. Я не верю в их рост, поэтому, скажем так, покупка по нефти и индексу доллара с осторожностью. Поэтому, соответственно, продажа по евро и золоту тоже с осторожностью быть готовым к развороту в течение дня. Я не верю, что сегодня будет глубокое движение. Во-первых, нет американцев. Во-вторых, у меня некому организовывать это глубокое движение. Ну а вот с утра, конечно, постоять по тренду можно. Будем в течение дня обсуждать, так сказать, возможности разворота. Ну а биткоин, мне кажется, если о чем-то, так сказать, говорить и входить в рынок, это, конечно, биткоин, потому что, ну, напрямую от Америки он не зависит. Люди торгуют наоборот, если выходной в Америке, наоборот, кто-то дома сидючи, американцы могут поторговать биткоином поактивнее. Их сегодня ничто не отвлекает. Ну что, коллеги, спасибо всем за участие в утреннем эфире. Всем удачи!